всем доброго времени суток обычно я обзоры пишу письменно то есть их можно почитать на разделе на портале компании то есть эти обзоры выходят каждый день особенно если какие-то новости новости которые могут встряхнуть рынок новости которые фундамент который закладывается техническая картина то есть это все вы можете почитать на портале сегодня скажем так не то что сегодня вот эта вот ситуация которая сейчас приходила она пожалуй вызвала необходимость именно выступить вот так вот онлайн рассказать о ситуации рассказать как я вижу эту ситуацию опять же мое сегодняшнее выступление я не претендую на роль джерома пауэлла председателя федеральной резервной системы естественно я успокаивать не рынок не трейдеров не намерен не собираюсь то есть это участь естественно председатели и представители банков успокоить толпу сказать что все хорошо нужно покупать нужно действовать со своей стороны я покажу и расскажу как я вижу ситуацию что я делаю в этой ситуации каковы и сухие цифры и что как как трейдер и как инвестор может понимать и воспринимать такие такого рода вещи а прежде всего просто вот я думаю что большинство из вас проходит тот же опыт который я проходил свое время я думал что профессионал начинает свое утро с чашки кофе и обязательного просмотра новостей обязательного просмотра каких-то масс-медиа это был блумберг это был рбк то есть это был я помню 2011 год я включал телевизор обязательно включал рбк поскольку по телевизору блумберг не транслировали в интернете находил блумберг смотрел оценил внешний фон выступали специалисты кто в смокингах с бабочкой кто в костюмах с умным видом рассказывали ситуации в экономике о внешнем фоне например говорили негативный внешний фон на российские рынки или американские рынки падают и естественно какое я принимал решение раз все падают внешний фон негативный надо срочно продавать я садился за торговую платформу продавал и в большинстве случаев наверное в 90 процентов случаев я обнаружил что все мои позиции выходят в минус и это я делал чуть ли не каждый день то есть ну раз специалисты и опытные аналитики об этом говорят значит нужно так делать но почему-то позиции не шли в плюс из того момента я начал задумываться что что-то идет не так наверное нужно как-то самому искать причины самому искать стратегии выхода из этого то есть что-то за гранью обычных обещаний обычных прогнозов должно быть поэтому с этого момента как раз 2011 года на рынке с 2010 даже с конца 2009 года но именно с 2011 в конце 2011 года пришла не то что и идея это вынужденность именно самостоятельно прийти на рынок именно самостоятельно начать аналитическую и практическую работу и именно в этом направлении работать поэтому мое большое вам и искреннее искреннее пожелание это не просто слушать специалистов или внимать их словам иметь своих свой торговый подход свою торговую стратегию потому что к сожалению но большинство мнимых специалистов или теоретиков или скажем так аналитиков они никогда даже не торговали в реальном режиме торгов то есть не управляли капиталом нет на собственный капитал не торговали поэтому это больше как бы какое-то теоретическое мнение видение ситуации которая может быть совершенно не почему потому что они понимают что только диверсификация только грамотное распределение активов может помочь либо если вы как спекулянт вы должны защищаться стопом почему стопом если мы были уверены хотя бы там на 99 процентов случае исхода события то мы делали бы это более уверенно и нам не нужен был бы стоп хотя один процент уже заставил вас задуматься о стопе если вы спекулянт поэтому сегодня прежде всего я коснусь той наболевшей темы которая из дня в день проходит через новостные издания через желтую ленту коронавирус и так далее то что напугало так сильно рынке то что напугало трейдерское сообщество но право действительно ведущие издания желтая пресса настолько акцентируют на это внимание что рынок не прошел мимо теперь по факту да что у нас по факту происходит у нас есть коронавирус плохо это или хорошо и как это повлияет на экономику вообще смерти человек смерти человека до смерть людей ввиду какого-то вируса это уже плохо это в принципе в смерти людей ничего хорошего нету это грустно это печально но теперь по факту грипп гриппа которым мы вроде как привыкли ходят все в поликлинику никто ничего не боится потому что нужно приходить нужно приходить на осмотр терапевту нужно приходить на осмотр к врачу вам выписывают медикаменты вы лечитесь так вот гриппом за 2000 вот за этот девятнадцатый год двадцатый год заболела по статистике в мире 15 миллионов человек и 8 тысяч смертей вообще принято считать что на грипп приходится где-то порядка 0 5 процентов смерть смертельных исходов что касается коронавируса на данный момент зафиксировано 3000 смертей процент смертей 2 процента и 90 процентов приходится на ухань конечно это пошло сейчас и на европу распространяться еще никто не знает каковы будут последствия но в целом и и в общем ситуация говорит о том что как правило страдают люди которые у которых ослаблен иммунитет либо люди которые приходятся более уязвимые люди то есть пожилого возраста поэтому пока на данный момент желтая пресса все-таки работает скажем так не на пользу рынка это что касается коронавируса это что касается его влияние опять же мы помним птичий грипп как птичий грипп свое время очень сильно в желтой прессе прошелся то торговые войны то есть на рынок все равно так или иначе подбрасываются какие-то новости специально умышленные ли случайно судить уже вам самостоятельно поэтому как я уже сказал никто не способен предсказать будущее наша задача уметь контролировать риски и с этим работать поэтому немножко вот такой вот такая водная теперь мы коснемся сухих цифр очень не хочется конечно утруждать сухими цифрами рассказывать быть так сказать скучным трейдером аналитиком но тем не менее без сухих цифр мы тоже никуда не уйдем поэтому то что мое видение ситуации то что я вижу на рынке то что я делал в момент скажем так вот этого вот 15-процентного падения я сейчас покажу расскажу сейчас я включу экран и мы по порядку пройдемся и так первое pmi pmi именно по китаю коснулся ли коронавирус китай и насколько он коснулся мы видим что при достаточно неплохих средних значениях pmi все-таки коронавирус вынудил деловую активность она упала она упала сильно стоит ли этого бояться как это опять же расценить вы знаете что любая валюта вслед за таким падением она должна реагировать понятно то есть если вы понимаете что в китае или в россии или в индии происходит такая ситуация что вы будете делать вы будете забирать свои инвестиции вы будете сбывать эту валюту то есть валюта будет сбываться валюта будет падать поэтому поскольку все это проходит произошло в китае мы должны прежде всего оценивать что происходит с китайской валютой что происходит в принципе в китае мы видим что с 2019 года по доллар китайскому юаню тренд начинает ослабляться то есть китайский юан начинает укрепляться. И вот как раз здесь с января месяц в связи с коронавирусом китайский юань начинает ослабление, падает. Но мы не видим панических каких-то распродаж, мы не видим, что тут прямо вот как в 2019 году на каких-то торговых войнах идет вот такое вот трендовое движение. Такого нет. То есть юань, да, ослабляется, но не так сильно. Если мы посмотрим более локально, то, что происходит за последнее время, то вообще с февраля месяца, вот там с 24 чисел февраля от 7.04 Китай и вовсе укрепляется. Укрепляется до поддержки 6.96-480. То есть, опять же, если мы возвращаемся к цифрам PMI и оцениваем, что здесь произошло, а здесь произошло вот такое вот мощное падение и оцениваем с точки зрения китайского юаня, мы понимаем, что в принципе паники никакой нет. Китай рапортует о том, что они видят перспективы борьбы с этим коронавирусом, то есть борьба происходит успешно, а то, что там Европа не совладала с карантинными какими-то мерами, это их проблемы. И, собственно говоря, если Китай справился, то, скорее всего, справится Европа. То есть самая, вторая крупная экономика вслед за США рапортует о том, что они справляются успешно с коронавирусом и, опять же, курс доллара к китайскому юаню показывает, что, в принципе, относительно все спокойно, здесь нет никакой паники. То есть, если мы там говорим о каком-то черном понедельнике, если мы сравним с 29 или 2008 годом или 2000 годом, то ничего подобного пока не происходит. Но будем смотреть цифры дальше. То есть, опять же, я не Джером Пауэлл, я не успокаиваю. Мы смотрим на сухие цифры, мы оцениваем, что происходит. Теперь, что касается ВВП, GDP Китая. Кто-то скажет, что вот, посмотрите, что наделал коронавирус, цифры ВВП падают, и во всем виноват коронавирус. На самом деле, нет, абсолютно не так, как работает, опять же, крупный капитал. И если бы вы обладали миллиардными суммами, вы бы поступали точно так же. Оценивается каждая страна, каждое предприятие в разрезе, и вы смотрите именно те страны, помимо общего портфеля, где есть мощные предприятия с хорошим устоявшимся бизнесом, со своей долей рынка. Соответственно, вы оцениваете и стартапы. Точно так же оцениваются стартапы в виде стран. То есть, вы посмотрели, в свое время Китай только была развивающаяся страна, которая могла приносить 10-12 процентов ВВП. Естественно, это сильная отдача. Естественно, она была интересная. Пошли туда инвестиции. Вы помните историю про азиатских тигров, когда туда пошли большие инвестиции. Вы помните про латиноамериканские страны, опять же, когда эти страны давали большую отдачу. Поэтому мы видим, что до 2008 года ВВП страны приносил порядка 11-12 процентов. То есть, это очень сильный показатель. После кризиса показатели резко восстановились, но потом рыночное сообщество оценило, что производство достигло такого масштаба, что, в принципе, оно уже расширяться особо некуда. То есть, есть определенный потолок. Опять же, все вот эти торговые войны связаны с чем? Что Китай начал заполнять мир своей продукцией. Поэтому вот этот потолок где-то был достигнут, и инвестиции потихоньку-потихоньку начали. Начался отток этих инвестиций. Соответственно, в Китае не произошло какого-то супернегативного момента. Просто Китай постепенно возвращается в рамки нормальных темпов роста, которые происходят в Европе, которые происходят в США. То есть, мы видим, что замедление уже давным-давно началось, и это абсолютно не в связи с коронавирусом. Что такое нормальные рамки, скажем так, роста ВВП? Ну, посмотрите вот на США. США там с 2000-х, когда был бум технологических компаний, когда США показывали порядка 6% ВВП, в итоге ВВП скатилось в рамки 2-4%. Когда ВВП выходит до 4%, все хлопают в ладоши, говорят, что это здорово, и ВВП находится в самом пике, в самом жарком пике роста экономики. Поэтому нынешних 2% – это норма, это вполне нормальные величины, на которые стоит равняться, которые стоит равняться и Европе. И, собственно говоря, к этим величинам рано или поздно придет Китай. Вторая или первая станет экономикой, но все равно есть нормальные темпы роста. Вот эти нормальные темпы роста, они где-то приходятся на 2%. Поэтому ничего удивительного в этих цифрах нету, абсолютно дело не в коронавирусе. Коронавирус, конечно, обязательно в свою лепту сюда внесет, то есть будет определенное замедление цифр. Сначала, как, знаете, обычно происходит, залежавшиеся товары нужно сбыть, по любой цене, которая ввиду перепроизводства. Потом, когда предприятие, часть предприятия остановилась, возникает дефицит, этот дефицит раскручивает инфляцию и так далее. То есть пока мы не говорим о каком-то масштабном кризисе, следующий монстр, он может вылезть в виде инфляции. То есть сейчас на что идет ФРС? ФРС идет на снижение процентных ставок. То есть ФРС понимает, что отчасти цикл нужно перезапускать, выборы впереди, нужно поддержать деловой цикл, нужно поддержать прежде всего, какая прежде всего задача у политэкономики, это рабочие места. То есть прежде всего нужно поддержать рабочие места, а для того, чтобы поддерживать рабочие места, нужно заставить циклы не останавливаться. Поэтому будет очередная денежная лавина, очередное послабление. Ну, об этом сейчас мы еще дойдем. ESM Manufacturing PMI, то есть это уже американская сторона, что происходит в Америке. В Америке мы видим, опять же, что деловой цикл начал замедляться еще задолго до коронавируса. Но при замедлении вот этого цикла, бизнес-цикла, мы видели, что индекс S&P 500 выразил все новую максимуму и даже не обращал внимания на то, что фундаментальная сторона находится не очень хорошей. Работает ли фундамент, соответственно, возникнет такой вопрос. У большинства, так, наверное, фундамент не работает, раз цифры ESM падают, ВВП замедляется, а рынок продолжает расти вверх. Фундамент работает, фундамент работает, как правило, во времени. То есть здесь идет оценка дешевых денег против фундамента. Вы понимаете, то есть как любой нормальный человек, когда ему дают дешевый кредит, то он оценивает, каковы риски экономики и насколько, например, ФРС готова поддерживать такую низкую процентную ставку. Естественно, вы получаете деньги почти под нулевую процентную ставку, и вы можете разместить хотя бы в облигациях, которые дают порядка 2% ставки. То есть это уже не ноль, это уже выше, чем инфляция. Ну или, по крайней мере, в тех же цифрах. То есть вы можете... А если вы инвестируете на фондовый рынок, который еще растет, и вы видите, как он двигается вперед, то вы и вовсе можете быть в плюсе. Поэтому почему бы не взять кредит, почему бы не инвестировать? Зачастую деньги не доходят до реального сектора, то есть застреливают в этом финансовом мире финансового инжиниринга. Поэтому мы видим раскорреляться фундамента против дешевых денег. То есть дешевые деньги – это действительно драйвер на рынке. Когда этот драйвер может исчерпаться? Когда рыночное сообщество начнет понимать, что инфляция начинает раскручиваться, ФРС начинает опасаться раскрутки инфляции, и здесь уже может вот этот монстр сыграть плохую роль. Но на данный момент основная цель – это выборы, основная цель – это показать, что республиканцы проводят грамотную и взвешенную политику, что рабочие места создаются, уровень безработицы предельно низкий, и все в экономике США хорошо. То есть как бы там ни хотелось, как бы там кто ни говорил, что экономика в США от политики порознь, мы видим, что все равно она не порознь. Это unemployment rate, мы видим, что минимальное значение за всю историю, то есть, естественно, этим нынешнее руководство гордится, нынешнее руководство, где только можно, говорит о том, что мы достигли максимально низких величин по уровню безработицы, мы сделали большой вклад, однако реальных драйверов нет, то все это, опять же, сделано вот такими вот искусственными методами финансового инжиниринга, вливанием денежных средств и так далее, то есть налоговыми послаблениями. Но когда рынок, опять же, чем ситуация, например, отличается от поднятия процентной ставки, в 2018 году фундамент гораздо хуже. То есть при первом же, следующем, например, квартальном отчете цифры могут быть хуже, инвесторы могут опасаться, поэтому волатильность на рынке, она гораздо может быть выше. Коль мы заговорили про инфляцию, мы смотрим на инфляцию, на инфляцию сейчас будут посматривать большинство участников, пока мы видим, что инфляция в норме, то есть инфляция там колеблется в районе от 0 до 0,5, то есть мы говорим о том, что пока инфляционные ожидания, точнее публикации инфляционные не вызывают у нас опасений. Как только инфляция начнет разгоняться, естественно, это вызовет беспокойство на рынке. Пока же рынок не беспокоится, рынок принимает дешевые деньги, рынок размещает дешевые деньги. Есть такой еще показатель Michigan Inflation Expectations. Мичиганский институт публикует свои ожидания на основании реальных данных. Мы видим, что в 1979 году эти ожидания, реальные факты достигали 10%. Такая история была трижды за всю историю рынка. Такие моменты очень сильно могут навредить, например, классическим портфелем, где диверсифицируют между облигациями и акциями. Почему? Потому что при повышении процентных ставок это создаст давление и вынужденности ФРС поднимать процентные ставки. Это, естественно, обрушит и рынок акций, и рынок облигаций сразу. Доля, когда приходится большая доля и на акции, на облигации, естественно, здесь могут вызвать панические настроения. То есть пока этого нет, но этот монстр может вылезть, об этом, может быть, задумываются, не задумываются, но бизнес диктует свои условия, политика диктует свои условия, а ФРС уже, опять же, вынуждена принимать политику и бизнес такими, какими они есть. То есть, ну, как всегда, все задумываются опосля. То есть главное, чтобы сейчас успокоить, главное, чтобы сейчас ублажить все стороны, скажем так, всех заинтересованные стороны. То есть пока мы видим, что все в норме. Что касается процентной ставки и ожиданий процентной ставки, опять же, я еще писал в октябрьских обзорах 2019 года, когда мы находились здесь, это ставка по облигациям, 30-летним облигациям, она уравнялась 2,37%. И после коронавируса, собственно говоря, еще до начала коронавируса, мы видим, что доходность облигаций перестала расти. И более того, рынок продолжал расти, а облигации не падали. Облигации, вот, встали, вы увидите на следующем слайде, облигации встали и ниже не шли. То есть пошла раскорреляция, и стало понятно, что, скорее всего, начинается набор по облигациям. И облигация в итоге, цена на облигации выстрелит. То есть доходность вниз, цена на облигации вверх. Опять же, об этом я писал, если вы не поленитесь, посмотрите в октябрьских, ноябрьских и декабрьских обзорах. То есть я обратил внимание, я как раз тогда набирал облигации, и это было заметно, что пошла сильная раскорреляция. Сейчас эта раскорреляция начинает устраняться, то есть облигации выстрелили, рынок, наоборот, просел на 15%. Как это выглядело? Ну, опять же, это ожидание. Это ожидание то, что будет делать ФРС. Процентная ставка по ФРС. Еще прошло это движение, ФРС еще не выступила, ФРС не сказала свое слово, но теперь уже рынок публикует, что есть стопроцентная вероятность о том, что ФРС понизит процентную ставку не на 0,25, а на целых 0,50 базисных пунктов. А к лету ожидается, что и вовсе на 0,75 базисных пунктов будет опущена процентная ставка. То есть разница для кэрри трейдов и для доллара с евро значительно сократится. Вопрос, что будет делать Евросоюз с нулевой процентной ставкой, и проблемы не решаются. Это уже следующая тема. Идем к облигациям. Вот они, облигации. TLT, недельный график. Мы видим, что от 116 было движение, и потом вот тот момент, про который я говорил, тот момент, где я донабирал это движение. Тоже у меня было тогда в планах. Но сейчас конкретно мы говорим о вот этой остановке. Рынок бороздил новые хаи, но рынок переписывал новые высоты, облигации перестали падать. То есть раскорреляция явная была, и теперь мы видим, что раскорреляция в принципе начинает устраняться. Рынок пошел на 15% вниз, а облигации наконец-то выстрелили. То есть в моменте раскорреляции могут быть, и вы должны замечать эти раскорреляции. Раскорреляции могут вам очень много подсказать о перемещении капитала. Вот как раз в обзорах и то, что я набирал, это было как раз в моменте 337.15, там, где цена перестала падать на облигации, вот она, вот эта консолидация. И в принципе было заметно, что пошло перемещение капитала. Теперь по поводу S&P 500, спекулятивной составляющей и портфельной составляющей. Да, вот она эта ситуация. То есть на данный момент эта позиция выглядит следующим образом. То есть почему я ее набирал и почему она мне была интересна. То есть если посмотреть технически, это спекулятивная часть. То есть портфельная часть действует по-другому. Там идет не от стопа, там расчет капитала, диверсификация. Вы должны уметь работать с риском, понимать, что вы не... То есть вам не гарантировано, что обязательно пойдет разворот. Вы должны понимать, что если вы торгуете как инвестор, индекс, например, может пойти и на 30-процентную коррекцию, и на 40-процентную коррекцию. Поэтому у вас должны быть некоррелируемые классы активов. И вы, опять же, должны понимать, с какой частью вы заходите и в какой момент. То есть, опять же, это работа с риском. Если мы говорим о спекулятивном направлении, то здесь принцип уже работы от стопа. То есть глобально мы упали на 15%, и глобально мы начали тестировать вот этот вот уровень... Сейчас скажу, в каком там уровне 2017 года. То есть мы ровненько сюда подошли. Локально эта ситуация выглядела следующим образом. То есть индекс упал, и мы видим, что ниже его перестали пускать. Теперь по поводу самого момента реализации, как это выглядело. Опять же, проблема большинства, проблема моя, которая была, проблема, с которой я долго боролся, и даже иногда сейчас приходится себя одергивать, это уметь ждать. То есть если вы умеете ждать, если вы умеете до конца дотянуть ситуацию, чтобы она стала понятной, у вас будут преимущества. Если вы начинаете торопиться, естественно, у вас этого преимущества не будет, потому что вас будет рынок возить, вы будете тиретовать и совершать новые минусы. Что здесь происходило, и что было максимально понятно в поведении цены. То есть мы видим, что инструмент остановился, вот она остановка, мы видим, что отсюда начинаются покупки, попытка продавить ниже, и ниже инструмент не получается потолкнуть. То есть вот эта вот консолидация, она уже подсказывала, что если мы ее пробиваем, мы получаем импульс. То есть, как правило, вот после таких ситуаций идет хороший сильный импульс. Импульса не произошло, но инструмент, в принципе, дальше начал отстаиваться. Отстаиваться, опять же, никуда здесь не надо торопиться. То есть если вы получили позицию, вы просто дальше ожидаете, у вас есть стоп, вот этот стоп, как защитная мера, если вы не правы. То есть, опять же, мы не претендуем на то, что мы знаем все. Мы предполагаем, мы видим фундамент, мы видим, что, скорее всего, ФРС будет стимулировать экономику. Мы понимаем, что такое коронавирус, мы понимаем, каково влияние может быть, но мы оцениваем, опять же, фундамент против дешевых денег. Дешевые деньги подвезли чуть позже, обещание, что их подвезут чуть позже, и рынок на это отреагировал. Рынок отреагировал вот таким вот образом. То есть рынок оценил, что лучше, что слаще, обещание или все-таки плохой фундамент. Опять же, деньги дешевые хочется разместить, деньги дешевые хочется использовать, вот она реакция, эта реакция идет. То есть после хорошего импульса был перемещен без убыток, и дальше, опять же, все зависит от вашей торговой системы. У меня есть определенные заложенные цифры, заложенные цифры статистики, инструмент прошел 5 к 1. Вот здесь вот в этот момент, то есть я застраховал 5 к 1, дальше я готов, опять же, наблюдать за инструментом, что он будет делать. Если инструменту не хватит, там силы он развернется, ну, зафиксирую 5 к 1 и выполню свою мат-цель. Если инструмент пойдет дальше, то речь идет уже о более существенных потенциалах, например, порядка 10 к 1. Что касается, опять же, я публиковал, публиковал в группе «Картель», есть в Телеграме группа «Картель», трейдерское сообщество. Эти сделки я публиковал еще в 2018 году. Подобное падение было, вот как здесь, но на более сильном фундаменте. То есть фундамент не настолько был, ну, скажем так, он не так уж совсем плох сейчас, но он гораздо хуже, чем он был, например, в 2018 году. И вот на этом падении я тоже покупал, почему? Потому что я понимал, что фундамент не располагает к кризису. Хотя, опять же, ведущие издания, вроде Блумберга или РБК, говорили о том, что какое-то золотое сечение у них пересеклось, пересекли они там 200-дневную скользящую среднюю, что на рынке близится обвал, вместо обвала мы видим, что инструмент просто сделал все перехаи, обновил высоты. Ну, единственным, может быть, для меня был минус, что я выходил гораздо раньше, чем мы сделали перехаи. То есть я посчитал, что здесь есть сопротивление, и у этого сопротивления я покрыл позицию. Но, опять же, это зависит от вашего подхода, это зависит от ваших методов торговли. Постфактум, конечно, можно было сказать, что можно было покатиться в два раза больше, и это было красиво. То есть здесь точно такая же ситуация. Мы упали, упали резко на 15%. Мы понимаем, что ФРС эту ситуацию перед выборами не отпустит. ФРС публикует дешевые деньги, и этой ситуацией можно было воспользоваться, тем более есть техническая картинка. Идем дальше. Что еще, если вы оцениваете валютный рынок, что вы еще можете сделать, например, в плане интерпретации на валютный рынок? Любое действие, любой интерес, проявленный к фондовым рынкам, в частности, если об американском говорим, он толкает и остальные рынки, например, развивающиеся рынки. Если мы понимаем, что растет Америка, скорее всего, рынок капитал придет и на мексиканский рынок, и на турецкий рынок, и на российский рынок, как на перспективные идеи, как на рынки, которые будут тоже быстро расти. Соответственно, если будут покупать активы, акции в российских рублях, то будут востребованы и российские рубли. Плюс определенные вещи со Сбербанком, и российский рубль мы видели, как сильно укреплялся. Но на коронавирусных вот этих вот раскрученных новостях российский рубль очень быстро сдал позиции, но в целом мы видим, что технический инструмент находился в диапазоне. Вот этот диапазон, если мы посмотрим, у нас четко выраженный диапазон. Вот он, между 67 и 62,50. То есть вот он четко, тут выраженный диапазон с таким сложным ложным пробоем и сверху ложный пробой. Опять же, дешевые деньги, которые толкают рынок и которые могут дать, которые ослабляют доллар и которые могут привлечь капитал на российский рынок, например, и подтолкнуть российский рубль к укреплению. Плюс керри-разница. То есть процентная ставка по рублю, естественно, гораздо выше, чем по доллару, и держать рубль в таких ситуациях достаточно приятно. Поэтому, опять же, мы не торгуем никогда гарантированный трейд. Гарантированных трейдов на рынке не бывает. Мы торгуем вероятностью. Но такая вероятность есть. Есть определенный фундаментальный фон. Если вы оцениваете и понимаете корреляцию, то вы получаете преимущество. Вы понимаете, что здесь фон складывается пока на данный момент в пользу рубля. Соответственно, помимо S&P 500, вот такая вот еще позиция была открыта по российскому рублю. То есть, опять же, вы взвешиваете и смотрите не только фундаментальную сторону, но и техническую сторону. То есть вы обобщаете всю картину в целом и получаете вот такой вот синтетический, скажем, синтез своего труда, синтез своего аналитического труда, который можно воплотить уже в трейд. Ну, технически это так вот делают. Минус в этом трейде – это, конечно, большой стоп. Ну, ближе стоп, к сожалению, поставить я не нашел возможность, потому что мы видим, что даже со второго вот этого скачка волатильность достаточно высокая, чтобы попытаться сделать какой-то более короткий стоп. Поэтому, к сожалению, приходится брать большую цель при большом стопе. Ну, а дальше вы уже оцениваете, смотрите по движению, когда переместите в безубыток, когда следует сильный импульс, и уже работаете непосредственно с позицией. Вот как я вам показывал, это было с S&P 500. Ну, на данный момент, если вы посмотрите S&P 500, то выглядит следующим образом. То есть мы как раз сейчас проходим борьбу, мы сейчас проходим борьбу за ключевой уровень. То есть вот этот следующий локальный ключевой уровень, вот этот уровень, и мы как раз сейчас проходим борьбу за этот уровень. То есть если мы пробиваем уровень, мы получаем следующий импульс, и следующий импульс, скорее всего, будет вот сюда. То есть мы видим, что здесь была точка продаж, здесь была цена, где уступили покупатели, уступили уровень, и, скорее всего, сюда цена придет. Ну, поскольку я вижу, что здесь вот была такая консолидация, то инструмент вполне может сюда сначала прийти. Но после такого затяжного роста вполне можно ожидать некоторую реакцию, когда инструмент начинает набирать топливо, что-то вот в этом районе. Поэтому лучше здесь как спекулятивную цель где-то покрыть и потом перезайти. Хотя я понимаю, что, конечно, инструмент может и двоеобразно расти. Ну, то есть я буду смотреть уже по реакции цены. Точно так же с рублем вы работаете. Вы смотрите первичную реакцию, вы смотрите реакцию на рынке и дальше уже принимаете решение. Дальше. На какой еще инструмент можно и нужно обращать внимание помимо процентных ставок, облигаций, помимо корреляции? Это VIX. То есть VIX называют зачастую индекс страха. На самом деле он никаким образом со страхом ничего не имеет общего. То есть это чистый технический инструмент. Инструмент хеджирования, если мы говорим о VIX, VIX, есть такие инструменты. Напрямую VIX никто не торгует. Есть определенные проблемы с контангой, если вы пытаетесь включить в портфель. Но это целая большая тема отдельная. Смысл здесь в другом. То есть при росте VIX может ли рынок расти? Да, рынок может расти. Например, здесь, когда VIX был в районе 15-20, рынок продолжал расти. То есть он не всегда индекс страха. Почему обычно при росте VIX рынок падает? По одной простой причине, что волатильность на рынке растет, и портфельным управляющим приходится либо хеджировать позиции, либо сокращать позиции, потому что волатильность по портфелю тоже начинает расти. Именно поэтому VIX как-то пытаются называть индексом страха. На самом деле технически, если мы посмотрим, у нас был скачок до 75, это был 2008 год. Но по фундаменту мы еще не подошли к 2008 году. У нас инфляция не разогналась. То есть у нас инфляция находится в норме, хотя она склонна расти. Это, скорее всего, будут следующие проблемы ФРС, будут следующим монстром. И монстры этот будут действительно очень тяжелые и очень страшные. На данный момент мы просто подошли к тому, что мы делали в 2012 году, что мы делали на поднятии процентной ставки ФРС в 2018 году. И этот уровень отработал по VIX. Поэтому тоже заглядывайте на VIX, смотрите, где находятся ключевые уровни. И это еще один, скажем так, еще одна подсказка, еще один намек на то, чтобы вы могли принимать какие-то решения. И если локально мы рассматриваем, опять же, VIX, то вот он так выглядел. То есть технически VIX, было понятно, что если, во-первых, он уперся в район 49, выше уже не шел, после того, как он падает ниже 41, стало понятно, что, скорее всего, рынок тоже начнет подбирать обороты и успокаиваться. И заключительный слайд, заключительный вопрос, который всех интересует, и на что стоит обращать внимание, это Feral Funds Rate. То есть когда будет все-таки принята процентная ставка, уменьшение процентной ставки, о которой говорят, что 100% мы идем на понижение с 1,75 до минус 50 базисных пунктов, до 1,25. Когда это произойдет? Это произойдет в среду 18 марта. То есть в среду 18 марта выступит Джером Пауэлл, объявит процентную ставку, после этого пройдет пресс-конференция, его дальнейшее видение, как на рынке утверждают аналитики, что, скорее всего, до лета будет еще одно послабление на 0,25 базисных пунктов. Но я думаю, что ФРС, как обычно, понизит на 0,55% и скажет, что мы будем смотреть за дальнейшим происходящим, как будет ситуация развиваться и принимать решение. Поэтому на данный момент вот эта цифра, 18 марта, среда, стоит запомнить, стоит поставить себе в календарь, волатильность будет в этот момент очень серьезная. Потом следующие данные, это будут мартовские данные по ESMPMI, более, скажем так, объективные данные по экономике, как коронавирус повлиял на экономику, и, естественно, следующие квартальные отчеты, которые могут тоже после вот этого вот периода непростого сказаться на отчетах компаний. Поэтому сейчас этот месяц до 18 числа, в принципе, может быть относительно спокойный, но потом это спокойствие может потихоньку нарушаться, волатильность повышаться вновь, приближаясь к апрелю месяцу. В общем-то, на сегодня то, что я хотел сказать по обзорам, вот такой вот у нас вышел обзор аналитический, видение моей ситуации, то, что я вижу по рынку, так как я воспринимаю рынок. Сегодня мы отошли от привычных норм написания, текстовых написаний. Надеюсь, что вам этот обзор был полезен, как обобщать данные, как смотреть на данные, как смотреть на корреляции. Я с вами прощаюсь и до новых встреч. Всего доброго.